сиськи на выкат серьезный щит их гомосексуальные тенденции и вот все там друг на друге спят и подбешивает периодически моя любимица просто фантазирую могу себе позволить что продолжаем психологический разбор участниц реалити-шоу большие девочки на очереди моя любимица и любимица многих и не просто так она очень человечная чувствует людей смешная наивная такая добрая и вместе с этим азартная энергичная и в ней полно жизни амина усманила его 23 года пацанка такой борец достаточно азартная и важно быть на первом месте у есть явные лидерские качества века сопереди ну я могу быть и шопа энергии имея определенный background в другом шоу в котором она принимала участие а новые пацанки первого сезона надо шла до финала в пацанках не получилось у меня дожать а здесь я уверена что сто процентов это мое место и я займу первое место смело видим некоторые даже гендерные нарушения как будто образ мальчика такая маскулинность и этот образ вместе с такой броней из жира скажем так создает определенную защиту такой очень серьезный щит первое появление очень демонстративное ее привезли на тачке ее подружки с предыдущего шоу с пацанок и встречали в автобусе девочки вот новые участницы чуть ли там не аплодисментами овации на эмоции на шарамина вообще на любые это не обязательно злость и агрессия это также и радость нравится любить да очень красиво я никогда не кормила лебедя реально интересная как ребенок я сейчас очень счастлива клянусь говорю о 3 мама лебедиха а маленький лебедят она очень общительная дружелюбная в близком общении и она умеет сближаться с людьми мы видим как с ариной у них сложился сразу тандем с самого первого выпуска они уже вот просто не разлей вода сошлись а вот эти противоположные энергии даже как как мне показалось окей вот эта мужская энергия амины такая маскулинная и очень женственная вот прям нарочито женственная арина ну они мы поговорим поговорим немножко позже в этом видео я наверное разберу сразу две участницы амину и арину да говоря про амину она чем вообще притягивает чем она цепляет людей почему ее многие любят тем что она в первую очередь своя по духу она такая родная с другой стороны конечно мы можем наблюдать такой довольно сниженный интеллект и даже свойственно бросать то где она уже точно знаю что не будет первое даже сдаваться и все время хотела сорваться сказать зачем мне это вообще нужно же также у нее очень ярко выражена идея справедливости вот даже такой максимализм да она как максималист как подросток максималист где-то у нас проявляется мне кажется многие обратили внимание на такую теплую связь арины и амины ну люблю я че-то смущает жестко последнее время мне не было такого еще не поймать что происходит люблю я думаю я сумею произвести на нее впечатление тем более таким красным танцем ну люблю закрадываются до фантазии о их гомосексуальные тенденции признана российской федерации экстремистской организации ладно не буду заострять на этом внимание на наших лесбухах нет я очень люблю вот арина амина они мне кажется дойдут до конца я еще не знаю прошла только половина этого реалити-шоу но они очень такие азартные и подвижные у обеих такая вот демонстративность они любят играть на камеру и они обе любят шоу любят внимание ладно отвлеклась немного давайте вернемся все-таки к амине она умеет за себя постоять и она точно понимает чего она хочет а чего не хочет чтобы что мы видим из ее истории в своей семье она как будто заняла роль отца и даже этот мальчишеский образ вот это вот нарушение идентичности женской в первую очередь можно сказать она связана отчасти с вот этим смещением ролей контактировать мужским полом просто недоверие наверное я не доверяю этим персонажам сомневаюсь что найдется мужчина который сможет расположить меня к себе с которым есть я буду комфортно чувствовать она заняла собой роль отца что мы видим из ее истории по моему что что ноги болят не догоняю в чем дело я заболела геморрагическим вас кулитом мне начали колоть вот гормональные уколы я стала большим ребенком до 80 вот так резко короче я набрала вес люто прям приходилось постоянно себя защищать я пришла 12 что ли лет на борьбу поведение сверстника в мою сторону она очень яра начала себя отстаивать таким образом и она изо всех сил старается быть тем самым сильным человеком есть вот такой страх быть слабым расслабилась и мне было так кайфовать и по все было прикольно через скрывать чего ты за этой маской прячешь сильного человека из я понимаю что внутри у меня такая девочка сидит главное хороший рядом человек был надежный волны вот смотрите интересный показательный момент с распределением спальных мест в доме в самом первом выпуске это было когда девочки прибыли на базу то есть в их дом в этот особняк и было две комнаты где они распределяли себе сами места одна была лакшери к вип комната где стояла всего четыре кровати больших там же было сауна там же джакузи и в общем шикарные условия по сравнению с другой комнатой которая выглядела скорее как в детском лагере вот когда в одной комнате на поставлено по 10 двуспальных кроватей и вот все там друг на друге спят девочки приходят сначала в эту красивую комнату и кто первый забежал конечно амина потому что помимо подвижности она еще и летит очень уверенный в себе согласитесь я вообще не все равно далеко нет на кондо я кобра мама такой контролер сильно ограничивала ее в питании жестко вот следил выставляла те самые рамки которые как раз и хотелось нарушать моя мама не было супер счастливое детство что все эти конкурсы все эти танцы я искренне любила всей душой что я очень хотела по 8 часов находиться на паркете что я очень хотела в пятницу субботу и воскресенье вставать в 4 утра у меня друзей ним друзей друзей не было друзей нет было потому что вы все в интернетах тогда не был никто еще в интернетах мама следила за моим питанием я никогда не было ни сладкого не газировки после 6 я уже не ела я начала набирать вес когда появился мой маленький братик снился чуть фокус то есть меньше стало контроля надо мной хотелось попробовать то что не пробовала ну что я вспоминаю какой я была раньше и и что сейчас мне совершенно не нравится хочется спросить не нравится ей или маме потому что как будто здесь очень много навязанного мнения со стороны мамы она у нее очень жесткая видно как она не терпит не принимает дочь в таком образе ей нужен тот образ стройной красивой успешной дочки которая достигает вершин которая идет вот на олимп которая повод гордится а арина сейчас это как будто бы что-то очень не состоявшийся что-то и в окрасе у ребенка вам не постоянно таскала по конкурсам красоты туда занимал призовые места даже не призывая первые что-то скрывать корона то улетела все хочу ее так ходить и никогда больше не снимать и это уже настолько сидит в ней в арине вот это вот несоответствие маминым стандартам тому идеалу до которого доводила ее мать ну как вы поняли да арина мне нравится она очень смешная вообще мне многие участницы этого проекта нравятся мне не хочется чтобы они уходили есть все таки те кто особо никак себя не проявляют есть кому мы относимся ну так не горячо не холодно скорее даже нейтрально а есть даже те кто нас подбешивает вот пишите пожалуйста в комментариях кто вас раздражает потому что я ну замечаю за собой могу сказать что подбешивает периодически одна участница даже ее мимика какая-то раздражающая и это не говорит о том что это плохой человек вовсе нет я сейчас не буду как-то углубляться и разбирать ее до этого когда эльнара была тоже постоянно возникали конфликты как будто они приглашают в эту борьбу в эту стычку это не это провоцируют вот согласитесь что мы не могут люди просто нападать на кого угодно а все-таки люди вот если мы смотрим это как такую стаю они чувствуют они чувствуют на кого можно нападать и на кого нельзя и вот что-то транслирует такое что призывает к этой атаке в общем меня она подбешивает честно говоря давайте тогда пока оставим это видео за нашими любимыми лесбушечками за нашими прекрасными аришка и амишкой зашиприла их конечно дико но опять же да не относитесь к моим словам серьезно я просто фантазирую могу себе позволить ну и на этом все ждите следующее видео где разберу других участниц не менее интересных по-своему шикарных и особенных вот и все вот и все